Привет! Сплю я такой и думаю, а не заняться бы мне обзорами на аниме. Но у меня резко будет уведомление, сообщение вы ко мне сообщает. Ты что, идиот? Но я такой не растерялся, понимаю, что у меня ещё есть шанс, и я сажусь сделать новый обзор. Сегодня мы вернёмся в город Зеркал и решим, каков перезапуск Mirror's Edge с разных сторон, начиная от сюжета, заканчивая на выводах, сделанных мною. Если у вас есть о чём сказать, можете написать об этом в комментариях, обязательно прочту. Ну а я, пожалуй, начну. Меня сюжет вообще никак не завлёк. На всех персонажей просто наплевать, потому что они, блин, кришированные, дальше некуда. Например, девушка-хакер, всегда за гаджетами, говорит с недоделанным роботом, направляет фейт и является читом для подвижения сюжета. Чуть не убила. Прости. Я не переживал за фейт. Я точно был уверен, что всё злое-зло она победит. И друзей своих спасёт. Потому что она, блин, самая быстрая с самого начала игры. У неё нет почти никакого прогресса. А про убийство наставника второй раз, и таким же способом я вообще молчу. Многое просто не раскрыли. Например, что за серые земли? Вот и я тоже не понял. Почему? Да потому что об этом нигде не рассказано, даже, блин, в комиксе. В этой игре говорят о чём-то, не показывая конкретики. Хотя это очень важно. И если сравнивать вторую часть зеркальной грани с комиксом Mirror's Edge Exordium, видео о котором, кстати, есть на моём канале, то получится сравнение сюжетов очередного шедеврального фильма от Киноданс и гениальных мемов в ВК. Масштабы, может, меньше, но смысла у комикса больше. Единственное, почему я всё-таки допрошёл эту игру, это её геймплей, полностью улучшенный со времён первой части. Теперь появилась прокачка персонажа, в которой вы качаете разные навыки. Прокачка такая же, как и в большинстве игр, где есть прокачка навыков. Да ладно. Кстати, я вот не пойму, зачем нужна инфа о противниках от Чёрного Ноября? Это просто убивает фантазию игрока. Если вы смотрели обзор первой части Mirror's Edge, то вы помните, что я говорил о частых смертих в игре из-за плохой постановки некоторых уровней. Знаете, как они это исправили? Взяли и просто добавили путеводитель, который показывает, куда тебе идти. Нет, он не просто подмечивает предметы для взаимодействия. Он... Он... Ну, вы сами видите. Советую с самого начала игры включить классический режим зрения бегущего, иначе вы даже не будете пытаться строить свой маршрут. А это очень хорошо раскачивает геймплей. Паркур в этой игре прокачался. Теперь есть целый огромный полигон для ваших забегов, а именно открытый мир. Конечно, это не Assassin's Creed. Open World здесь небольшой, и его не хочется изучать. Но всё-таки несколько раз пройти по бочке можно. Я считаю, что в Mirror's Edge Catalyst играть интересно. Но это с учётом, что вы не будете даже пытаться пройти эту игру на 100%, выполняя все побочные задания, типа доставок и забегов. Потому что уже через несколько пройденных доставок вам, скорее всего, станет скучно. Видео недообзорщиков в принципе хорошие, но если посмотреть только концовку. Так как 90% игроков на ПК пиратят игры и не смогли поиграть онлайн в Mirror's Edge Catalyst, о нём я говорить не буду. Графику улучшили. Сделали целый красивый город. Если играть на ультрах, то пробегая из точки А в точку Б, вы частенько будете заглядываться на красивые здания. Опять очень красивый визуальный стиль. Короче, хуже, чем в первой части, не стало. Музыка может и не такая хорошая, как в первой части, но она делает своё дело, добавляя атмосферности. Звуковое сопровождение в Mirror's Edge Catalyst очень атмосферное. Ты чувствуешь каждый шаг. Подошвы кроссовок скрипят при беге по глянцевым поверхностям, булькают при движении по воде и легонько ухают при падении с высоты, а в ушах при этом свистит от скорости. Кстати, я, конечно, не садист, но зачем надо было убирать звук хруста костей при смертельном приземлении? В первой части это добавляло атмосферы. Мирор's Edge Catalyst получилась хорошей игрой, но это если закрыть глаза на очень плохой и нераскрытый сюжет. Думаю, геймплей, визуал и звукоряд этой игры почти компенсируют непримечательный сюжет. Ставлю 7 из 10. Спасибо за лайк, если ты его, конечно, поставил. Подпишись, ведь дальше будет только лучше. Удачи, а я собираю вещи и ухожу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!